Работает ли теханализ или не работает? Вот вы спрашиваете. Знаете, когда он работает? Когда на всех брокерских сайтах, на всяких телеграм-каналах или так далее говорят О, разворотная свеча! Сейчас будет перевернутый молот, утренняя звезда, сейчас будет рост. И начинают все покупать. А потом говорят, да, блин, это работает. Или наоборот. Работает массовое поведение. Вот что работает. Но все равно компания потом возвращается к своей справедливой цене. Понимаете? Справедливая цена компании, она как раз и устанавливается фундаментальными показателями. Ее денежными потоками, ситуацией в компании, долгами, контрактами, внешними рынками, внутренними рынками. Вот вы спрашиваете. Но ведь фундаментальный анализ не дает гарантии роста. Да ничего не дает гарантии роста. Ничего. Господь Бог только знает. Понимаете, что будет 100%. Но, используя фундаментальный анализ, можно рассчитать процент вероятности событий. И на основе этой вероятности событий покупать... Я же не затариваюсь. Вот я вот взял, рассчитал и хопа! Затарился сразу на всю котлету. И это точно сработало. Нет. У меня есть определенное количество сделок. И, например, там 85% из них идут в рост. А те, что идут в минус, потом я уже добираю. Если... Это не усреднение. Усреднение, это когда тупо добираешь, 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 непонятно сколько. А я, если компания падает, я все проанализировал, да, компания дальше падает. Я смотрю, есть ли причины объективные для падения или нет. Если причин объективных для падения нет, если ты просто стопы посносила. Или хомячки в панике убегают с рынка. Тогда я добираю. Если есть объективные причины роста, а компания падает. Понимаете? Объективные причины как раз фундаментальные. А теханализ, я говорю, ну чертит. Ой, тут, сюд. Почертит. Потом фига рудники затопило. И что, где ваш теханализ? Или, знаете, начертили, вот, значит, восходящий тренд. Потом объявили пандемию. И что? И весь ваш нисходящий тренд, он летит ко всем, знаете, куда. Поэтому, если есть объективные причины для падения, она будет падать в компании. Чего вы там не чертите?